Участниками фестиваля «Звезды зажглись, поверь в себя» стали ребята, посещающие летние лагеря. Это лагеря городских школ и дворец детского и юношеского творчества. Самая наша задача была социализировать детей инвалидов с детьми с нормой развития. Показать, что все дети звезды, что все они зажигают и из каждого ребенка можно сделать звезду. У нас нет детей хороших, плохих, больных, здоровых. У нас все дети одинаковые. И сегодня мы этим доказали. С этой задачей центр успешно справился. Желающих петь, танцевать и читать стихотворения было много. Но, кажется, главной звездой стал Никита Богданов, посещающий лагерь при дворце детского и юношеского творчества. Танец, который он исполнил, покорил всех. А сам Никита был рад тому, как публика отреагировала на его выступление. Светился он отчасти, как настоящая звездочка. Вообще, это была чисто полная импровизация. Мы заявили один номер, но когда увидели обстановку, что все поют, дружно танцуют, и вот среагировали прямо на месте и станцевали несколько танцев и зарядок. Никита – вот наша звезда. Кроме концерта прошли еще семь мастер-классов. Дети изготавливали мороженое из пены для бритья, пели песни под гитару, отдыхали в комнате психологической разгрузки, выполняли задания на интерактивном поле и, конечно же, никто не остался без кислородного коктейля. Специалисты не забыли и о фотографиях на память, поэтому организовали фото-зону. Мне понравился мастер-класс, потому что они всегда чего-нибудь увлекают. Там какие-нибудь головоломки, песенки, загадки, шутки, смешилки. Кстати говоря, вторая смена в летнем клубе «Радуга-Дуга» при коррекционно-развивающем центре «Лого плюс» закончилась. Именно на этой смене проходила подготовка к фестивалю. Это репетиции творческих номеров и изготовление декораций. Анастасия Бокова, Петр Михалап, Время новостей, Белоярский.